Итак, мы познакомились со взглядами на старость Платона, Эпикура, Синеки, Стоика. Сейчас переходим к Цицерону. Это главное произведение древней литературы о старости. Так и называется – о старости. Написано Цицероном, естественно, уже в старом возрасте. В анализе старости он стремится достигнуть всестороннего видения предмета и представить действенную концепцию утешения. То есть он хочет опровергнуть всех тех, кто говорит о старости так, как написано у эквизиаста. Пока не пришли годы, о которых мы говорим, нет мне в них никакого удовольствия. Вот Цицерон, к моему удовольствию, опровергает эти взгляды. Значит, он ищет преимуществ старости. Он использует здесь стоиков. Я хочу сказать немного вам. Стоицизм – это философия, такая благородная философия. Ну, имеется в виду время, когда еще люди не знали Христа, до Христа. Это философия, которая руководствуется, как бы мы сказали, общей благодатью. То есть то, что можно видеть, понимаете ли, это то, что написано в римлян, в первой главе. Это, да? Что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Даже те люди, которые не знали Христа, они могут иметь представление о Боге через рассматривание творений. Вот понятие порядка, понятие целесообразности, гармонии, просто красоты, щедрости, изобилия. Очень многие черты божественного личности, божественной личности, они явные. Невидимое его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Мне пришлось читать где-то в богословской книге, что в нашей жизни, после нашей смерти, жизни воскресения, уже не будет Божьего слова, а будет Божье творение. Мы будем читать Божье творение. Ну, я не знаю, так или не так, но вот такое предположение дано, что уже книге не нужно будет, а нужно будет непосредственно через рассматривание творения. Ведь только от грехопадения человек потерял эту способность видеть. Человек идет через лес и не замечает, что тут растет. А люди, которые замечают, они очень много назидаются. Я такой пример могу привести. У нас есть такой писатель, Пришвин. Кто-нибудь и знал этого писателя, да? Знакомый. Он писал о Боге, когда нельзя было писать. Он писал о вере, когда нельзя было писать. Он просто описывал природу. И вот момент был такой, когда началась война, говорит, пошел я удрученный всеми этими сообщениями, военными сводками. В наступлении фашистов пошел в лес, сел на пенек и замер. И вокруг меня началась жизнь. И он заметил, как из земли, выталкиваемой какой-то неведомой силой, грибок вылез. Вылезла сыроежечка в платочке, в красненьком, и еще ведет за собой следующую сыроежечку. Поменьше. И он обрадовался, говорит, нас никто не победит. То есть, понимаете, что есть такая природная сила земли, которая не даст разорения, чтобы земле была уничтожена жизнь, земля, счастье, все Божье. Такая сила. Вот это для меня очень важным оказалось. Он просто внимательно смотрел письмо природы. Общая благодать, как мы говорим. Так вот, Цицерон, он был из тех людей, которые воспринимали это. И стоики тоже. Они понимали, что законы природы, они даны Богом. И надо жить соответственно им. Стоический тезис правильной жизни, как жизнь согласная с природой, жизнь согласная с природой. Это стойки, их идея. И этот тезис указывает Цицерону естественное качество старости. И он опровергает четыре основные пункта, которые дискредитируют старость. Будто бы она, первое, препятствует деятельности. Второе, приводит к утрате сил. Третье, лишает нас чуть ли не всех наслаждений. И, наконец, последнее, приближает смерть. И он опровергает все эти четыре взгляда на старость. Значит, мы читали Экклезиаса, там всё это сказано. Деятельности препятствует. Силы тратят. Мы читали, как и глаза здесь не видят, и ноги не стоят. И вот у Экклезиаса всё написано. И препятствует деятельности. Приводит к утрате сил. Лишает нас чуть ли не всех наслаждений. И приближает смерть. Причём центральный тезис всей философии старости у Цицерона тот же, что у современной геронтологии. Очень современный такой автор. Определённой границы для старости нет. И в этом состоянии люди полнокровно живут, пока могут творить и вершить дела, связанные с исполнением их долга. Ну и дальше написано, и презирать смерть. Презирать смерть, то есть, ну, как бы не обращать внимания на неё, потому что он ещё не был христианином, и не был ещё христианства. И он не знал, что за смертью открываются совершенно новые просторы. Вы знаете, что воскресение Христа, конечно, начало новую эпоху жизни всего мира. Разорвалась завеса. За смертью начинается новая жизнь, новый мир. Это не конец. Смерть, где твоя жало, и ад, где твоя победа. Вообще вот с воплощением Христа и с воскресением Его связаны совершенно полные изменения качества жизни и взгляда на её. Но Цицерон ещё до этого времени жил, поэтому у него самое высшее, что можно со смертью делать, это презирать её. Ну как, внимания не обращать. Придёт – придёт. От меня не зависит. Вы знаете, вот я очень благодаря курсу, который я читаю «Патристика», я познакомилась с отцами церкви первых веков. И вот там был такой Ириней Леонский, который философ христианский. И он говорил, что с приходом Христа совершенно изменилось это как второе создание, сотворение мира. Мир обновился. И человек обновился. Ну, фактически он говорил о возрождённом человеке, обновлении человека, обновлении природы. Потому что явился второй Адам. Как с Адама началась история, со второго Адама началась и христианская история. И возрождение человека, и созидание Царствия Божия здесь, на земле. Это Царствие Божие состояло в начале всего-навсего из одного человека, из Иисуса Христа. Так вот, поэтому, говорит он, старость даже мужественнее и сильнее молодости. Как понимает Цицерон мудрость? Он понимает неэлитно, потому что Платон понимал, что мудрость только у элиты, у мудрецов, философов. Помните, там у него были хозяйственники, потом были военные, а потом были философы. И философ – это элита, это только какие-то особенные люди, достигшие познания закономерности жизни. А здесь Цицерон понимает мудрость неэлитно, а широко, как единство познания, нравственности и деятельности. Мне очень нравится вот это понимание целостности. Целостность, она очень важна в нашей жизни, целостность нашей личности. И потом ещё, вот как мы говорили, это как дерево растущее, когда ты всё можешь собрать в одно. И в этом мудрость. Как ты мыслишь, ты так и чувствуешь, ты так и понимаешь, ты так и говоришь. Не разодрано всё одно другого. Точно так же единство познания, нравственности и деятельности. Можно сказать так, что это единство науки, философии и социально-практической жизни. Мудрость может быть и у крестьян. Это не элита какая-то, особенно образованная. Мудрость может быть и у крестьян, у которых целостное мировоззрение. И тоже у них есть свой взгляд на жизнь, на цель, на смысл, на направление этой жизни. Мудрость разумного, знание пути своего, как прочитали мы вначале. Значит, и так, старость препятствует деятельности. Что возражает Цицерон? О деятельности и утрате сил старости, считает Цицерон, как слабости, надо сопротивляться. Ну, как сопротивляться? Сопротивляться – не поддаваться старости. Но он здесь вот какую мысль проводит. Тут нет категоричности у него. А он считает, что каждый возраст обладает как преимуществами, так и недостатками. Если у старости недостаток физических сил, то у юности недостаток знания и опыта. Но мера сил и у тех, и у других – она относительна. Одни люди сильнее, другие слабее. Это не обязательно старость. И причины упадка сил в старости тоже различны. Иногда это естественные причины – упадка сил. А они могут быть вызваны пороками в предшествующих возрастах. Старость является наследником не только положительных приобретений жизни, но и отрицательных. Возраст жизни даётся природой. Но содержание этого возраста – это творится каждым отдельным человеком. Это понятная мысль. Так он и возражает. Поэтому старики более индивидуализированы, чем юноши. Знаете, что это факт? Это факт, который давно-давно открыли художники. Ну, Рембрандт, он кого рисовал всё? Он стариков всё рисовал. Стариков, старух. Потому что тут видно индивидуальность. В молодости там видно, что щёки румяные, что глаза блестящие, что красивые. А в старости виден человек. Видны узловатые руки трудовые, видны морщины, следы и слёз, и скорбей, и улыбок. Морщины тут ещё идут. Понимаете ли? Старики более индивидуализированы. Когда ты хочешь нарисовать, как человек, проживший жизнь, художник предпочитает старого. Ну, это известно. Наши все великие мастера так писали. Теперь вот это возражает он, что препятствует деятельности и приводит к утрате сил. Он рассматривает их вместе. И он говорит, что здесь нет никакой категоричности. Есть преимущества, есть недостатки. Где-то кто-то сказал, что юноши часто своими порывами и решениями необоснованными могут разрушать жизнь, исправлять, которые берутся потом старые. Они их на разрушают, а старики потом поправляют. Так вот, о наслаждениях. Вы знаете что? Он не говорит ни о каких запретах наслаждений, но он признаёт величайшим наслаждением то, которое не признаётся молодостью. быть наедине с собой. Быть наедине с собой. Это наслаждение, когда ты можешь поразмыслить. Вы знаете, как это написано в Библии очень? Поразмысли на ложе своём и утишись. Там, когда я про гнев, где говорится про гнев. Побыть сам собою. Рассмотри своё сердце перед Богом. Утихомирься. Ты быть наедине с собой. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminari.com Цезерон утверждает целую систему наслаждений, которая делает жизнь счастливой. Это, конечно, духовные, интеллектуальные, эстетические и практические деятельности. Мы с вами будем ещё подробнее говорить, когда будем говорить про научный взгляд и особенно библейский взгляд на старость. Огромнейшая роль творчества. Бог творец, и он дал нам способность творить. И в старости мы можем позволить себе это делать. Я не раз читала, как человек в поздние годы, за 60 лет, начинал рисовать. И даже выставку персональную делал. Рисовать по шёлку, рисовать, так, знаете, стилизация под японскую, там это, допустим, живопись. И наслаждался этим. Я знала нашей церкви, она уже у Господа, сестричка, пожилая очень. Она всю церковь у нас разукрасила своими картинами, которые были сделаны, флористика. Это всякие там сухие бананы, листочки, цветочки, композиции. И она такие делала композиции, людей, издания, и картины целые. И всё вот из этих каких-то природных элементов. Это было её творчество. И она этим стала заниматься только в старости. У нас в церкви есть такое служение, тафифа. Помните тафифа, которая шила? И вот это сестрички собрались. Там у них они и шьют, и вышивают, и вяжут, и макраме у них делают. И ещё, я вам даже не выговорю, какие ещё, что ещё художественного они делают. Это потом будут подарки, это очень охотно церковь раскупает ко всяким праздникам. И в слухе кто-то гости приезжают, есть всегда возможность подарить. И кто там, там всё пожилые люди у нас. Понимаете ли, которые умеют красиво всякие вещички делать, с такой фантазией, выдумкой. Поэтому творчеством ты можешь заниматься. Интеллектуальное ты можешь размышлять. Эстетически это что-то красивое делать. И практически деятельностное что-то предпринять, чем-то заняться. Ну вот, например, историк нашего Ивана-Слебапсисского братства Савинский, первый, кто у нас историю написал. Он же был заядлый пчеловод. Это было его наслаждение. Он занялся тоже в очень поздние свои годы и про пчёл любил рассказывать не меньше, чем про историю, про их нравы, обычаи, пчеловодством заняться. Ну, наверное, ещё есть какие-то я знаю человека, который марки там собирал. Это целая была... Я не очень понимаю, но человек, который собирает марки, он такой энтузиаст этого дела. Он рассказывает про марки, про... Так вот этот, кто основатель вашего учебного заведения. ну-ка, его имя. А? Да, кто был ректором долгое время у вас? Джим. Вот-вот-вот. Джим, заядлый совершенно, коллекционер марок. И охотник. Ещё охотник, да? За балахом он. Вот. Больше он охотник. И он даже мне подарил марочку про блудного сына. Она у меня просто как картинка стоит на песенном столе. Понимаете ли? То есть, очень... То, что называется хобби, но это творчество. И у него это целая история. То есть, он и про художника расскажет, и про сюжет расскажет, и про страну, которая эту марку выпустила. Тут очень много всякой информации через собирание марок. Так вот, понимаете ли, то есть, он говорит, что целая система наслаждений, когда говорят, в старости наслаждаться нельзя, имеют в виду, может быть, какие-то буйные драки нельзя, какие-то любовные похождения чрезмерные, какие-то, понимаете ли? Но он говорит, это ничего не стоит по сравнению с наслаждениями интеллектуальными, эстетическими, то есть, красоты, вот, и практически деятельностями, духовными. Так что, он говорит, это не опровержение старости. Можно заниматься наукой, можно вникнуть в какую-то область науки, которой ты раньше не занимался. Вы знаете, что это произведение о старости такое знаменитое, что наш Ломоносов написал стихи. К сожалению, я не прочитаю целиком, только начало знаю. Науки юношей питают, отраду старым подают, счастливой жизни украшают, в несчастные случаи берегут. К сожалению, дальше я не помню. Ну, то есть, это вот изложение взглядов Цицерона об этом произведении о старости. Мысль о смерти способна опечалить жизнь. Но если на нее взглянуть не с начала, а с конца, говорит Цицерон, то в сравнении с ее полнотой и длительностью все предшествующие возрасты выглядят как недостаток. взглянуть не с начала на жизнь, а с конца ее, это же экклезиаст. День смерти лучше дня рождения написано у него. И это очень можно подумать. Цицерон именно об этом думал тоже, когда говорил, что надо посмотреть на жизнь с конца. он говорит так, молодые люди легче заболевают, более тяжело болеют, их труднее лечить, до старости доживают немногие. Долгожительство способствует не только природные задатки, но и образ жизни человека. Упадок сил сам по себе вызывается пороками молодости чаще, чем недугами старости. Развратно и невоздержанно прожитая молодость передает старости обессиленное тело. Вот почему этот курс надо читать молодым. Что как ты живешь молодые годы, ты этим самым себе формируешь, какая у тебя старость будет. Будет она у тебя здоровая, полная силы, энергии, или будет она у тебя массами тела ослабленной массой пороков невоздержанности. Упадок сил, да, развратно невоздержанно прожитая молодость передает старость обессиленное тело. Да, молодые люди, в отличие от старых, полны физических сил, но это еще не значит, что они наилучшим образом делают любое дело. В принятии важнейших решений цветущему возрасту свойственна опрометчивость, а пожилом и дальновидность, способность устанавливать историческую связь времен и событий. Вот здесь как раз эта цитата из Цицерона. Я дословно приведу. «Величайшие государства рушились по вине людей молодых и охранялись и восстанавливались усилиями стариков». И вот эта философия старости Цицерона – это высшее содержание античного учения о старости. Античного, то есть древнегреческого. «Величайшие» Субтитры создавал DimaTorzok